Разруха как эпидемия. Распространяется везде, где только позволяют. В Одессе ею заражены и центр, и окраины. Местные власти опасности видеть не хотят, и город все больше приходит в упадок. Наследие прошлого само становится прошлым. Переулок имени выдающегося отечественного ученого, математика и механика Александра Липанова, академика Петербургской академии наук, члена корреспондента Парижской и еще нескольких зарубежных академий. Идет он от художественного музея на Софиевской к областной научной библиотеке. Тихое место в центре Одессы. Потому городские чиновники и решили, здесь можно ничего не делать. Дома разваливаются, и ладно. Тротуар не ремонтировали со времен царя Гороха. Ну и что? Если вся пешеходная часть улицы машинами заставлена от края до края, тоже не страшно. Народ переживет. Есть в городе места поважнее, где туристы ходят с фотоаппаратами. Какой уж там переулок. Не делают. Очень давно. Не делают. Тротуары сами. Уже лет, наверное, 10. Это то, что я знаю, что не делают. Каждый вот так где-то с ремонта сделали, кусочек сделали и больше ничего не делают. Коммунальная служба абсолютно ничем не занимается. Вот фасад. Уже не одну машину побило. Там вон фасад падает. То же самое ничего не делают. Вон яма или что там. Уже, дай бог памяти, недели три стоит, если не больше. Домик надо ремонтировать. Крыша заглядываю, чтобы мне на голову не треснуло. Ну, опасность есть. А асфальт? Ну и асфальт, естественно, подремонтировать надо. У нас нет тротуара, мы по дороге ходим. А зимой здесь вообще ужас, что творится. Ужас. Переулок никогда не чистится. Вообще. Вообще. У нас вот так вот машины ездят, и мы ходим по вот этим бороздам. Ползем они ходим. У нас никогда в жизни здесь никто не чистит. Вообще. Если наши отцы городские удосужатся завернуть в переулок Ляпунова, советуем постоять перед этой стеной. И подумать над смыслом бытия вместе с бессмертным классиком. Великий вопрос жизни. Как жить среди людей? Смогут ли чиновничьи души постичь глубину философской мысли? Есть сомнения. Но пусть хотя бы попробуют. Александр Абиноградов, Сергей Коняхин, телекомпания КРУ.